И снова всем привет! С вами Леторм, и мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами зачистили, я надеюсь, что зачистили действительно, подземелье, мгвитанские раскопки, ну, скажем, подземелье локацию, наверное. И сегодня, в принципе, всё, что нам нужно, это уже уходить отсюда. Пойдём и доложимся Мэру, или кто он там, в деревню. Да, кстати, ребят, почему не было серии так долго, потому что тут неожиданно обновился Ага. А духи проходят мимо вас, некоторые поворачивают к вам голову, но большинство смотрит на адровый столб под вашими ногами. Кто-то благодарно кивает головой и поднимает или поднимает руку, показывая, что видит вас. Что такое ты видишь, Хранитель, чего не вижу я? Говорит Зотя. Души, десятки, может сотни, они идут к кадровому столпу. Все? Правда? Она задумчиво поглаживает свой фонарь. В окрузах у вас начинает собираться небольшая группа душ. Одна из них приближается, пытаясь знаками привлечь внимание. Мертвый моряк, Хранитель, мы бы хотели пойти с тобой. Конечно, я защищу вас. Спасибо тебе от всех нас. Мы ценим, что ты указываешь нам путь к Адре, но что, если она погаснет до того, как мы доберемся туда? Прочие души согласно кивают. Можно теперь собрать души? Спасибо, что помогаешь мне, Хранитель. Я сразу поняла, что ты мне поможешь, если я отправлюсь с тобой. Зотя начинает движение, словно из какого-то вида единоборств или сложного танца. Рисуя окружность, она все быстрее размахивает фонарем, внутри которого зажигаются потусторонние огни. Это сработало. Несколько душ меняют направление, подлетая к фонарю и пропадая там. Спасибо, Хранитель. Так вот, ребят, если вдруг у вас возникли какие-то проблемы со звуком Windows после последнего обновления, то знайте это из-за обновления. И вам нужно заново все перенастроить. Вот поэтому, собственно, серии долго и не было. Так, ну с этими ребятами можно было бы поговорить, но не будем. Они не хотят с нами разговаривать. Так, ну что ж, получается все. Единственное, куда мы можем еще отправиться, ну если не считать сдавать квест, то мы можем отправиться к лесу. Помните, там был лес на мировой карте, а сейчас, я думаю, мы туда и отправимся. Хотя бы посмотрим, если мы еще не подошли уровнем, конечно, плохо, но тем не менее. Хотя бы увидим, что это за локация. А так, вроде бы, получается остров исследован полностью. Сейчас посмотрим. Так, вот ингританские раскопки. Здесь наверху ничего нет. Здесь мы уже зачистили. Здесь ничего нет. Ну, следы от АСА, понятно. Вот, фирма для торговли. Сокровища, понятно. Ну что ж, давайте сходим в этот лес тогда. Так. Давайте сохранимся. Лес Упохо Уаро. К востоку от порт-маже тянутся непролазные чащи, значительно замедляющие ваши продвижения вперед. Где-то над вами порхают птицы, вокруг занудно жужжат насекомые. В какой-то момент дорожка уступает место звериной тропе, а потом заканчивается и она. Вы замечаете дерево со странными отметинами. Его кора местами срезана, причем прослеживается некое общее направление. Порезы протянулись слева направо, почти вертикально. Осматриваем порезы. Так, больше всего вот так вот. Эдер внимательно осматривает надрезы и снимает с дерева клочок шерсти. Это был дикий вепрь. Эдер хлопает по дереву. Смотрите-ка, вы замечаете вырезанный на дереве знак. Он едва намечен, и его легко пропустить. Вы осторожно продвигаетесь вглубь леса. С деревьев капает вода. Ваша одежда насквозь пропитана стоящей воздухе влагой. Откуда-то к северу от вас, самое чаще слышится шорох. Укрываемся в зарослях. Вы готовитесь быстро нырнуть в заросли, однако задеваете привалившееся к дереву бревно. Остается только смотреть, как она шумно валится на бок, утягивая за собой лиану, что усыпилась за мертвую ветку стоящего поблизости дерева. Сухая листва с громким шелестом падает вниз. Звук приближается, и из пышной растительности показывается высокий Аумауа. Его лесу обрамляют спутанные рыжие лохмы, а тело скрывают шкуры диких вепрей. Бок о бок с гигантом преследует несколько живых вепрей. Ощетинившись, звери фыркают на вас. Я так понимаю, что сейчас будет бой? Сейчас посмотрим. А может и нет. Эдер оживляется при виде вепрей и начинает подражать их похрюкиванию. И лишь спустя некоторое время спохватившись он замечает среди животных странного мужчину. В трещинке на коже мужчины глубоко забилась грязь. Он улыбается, демонстрируя кривые зубы и машет вам палкой. Старый друид. Нет, никаких разговоров. Покинь этот лес. Оставь эти острова. Возвращайся туда, откуда ты. Он плохо владеет айдирским и запинается. Я не хочу причинить вреда. Может просто поговорим? Сказано так, будто слово не может причинить боль. Качает он голову. Тогда говори быстрее. Твои слова нарушают покои этих мест. Что ты делаешь здесь с этими вепрями? Учусь. Вепрь способен многое поведать о выживании, если уметь слушать. Если наблюдать. Так поют, он хмурится. Так говорят те, кто знают. Те, кто знают, и кто же это? Этот вопрос никому из нас не принесет пользы, я говорю. Резко качает он голову. Звучит так, будто ты говоришь головейня. Вот вечно чужеземцы болтают о своем изменчивом боге. Аумуа фыркает. Я говорю, вы ничего не знаете о переменах и охоте. Ты ничем не можешь помочь мне в моем путешествии. Стало быть, ты думаешь, что Уанна будут прислуживать тебе? Старик фыркает. Экера, нет. Те, кто приходят на эти острова, я говорю. Он взмахивает своим посохом. Приходят только брать. Брать и ничего больше. Общение получается не слишком продуктивным, верно? Мужчина щурит глаза. Послушай, мне просто надо пройти через лес. Нет, хмыкает он. Таким, как ты вечно что-то надо. Это не твой лес. Земля не твоя. Проваливай. Так, а я охочусь на Бога, ибо устрашение. Я охочусь на Бога. Если мне не повезет, то его гнев настигнет и ваши острова. Мужчина хмурится и достает от кого-то кожаный сверток, который протягивает вам трясущимися руками. Вы получили предмет. Ожирили зубов мудрости. Этот предмет помещен в тайник. Интеллект плюс один история плюс один проницательность. Тогда возьми это. Защитит тебя, если говоришь правду. Прирежет глотку, если лжешь. Он взмахивает рукой, гоня вас прочь. То есть, благодаря навыку. Так, ну, наверное, вот так сделаем. А у Алута будет тогда этот. Так, ну, давайте покуляем тут. Я так понимаю, что, в принципе, никуда эта локация не приведет. Это просто случайная встреча с этим старым друидом. Но это интересно. Очень все-таки вот прям... Это, наверное, лучшая вещь. Я уже говорил это и повторюсь. Вот эти вот книжки, да, когда происходят какие-то проверки навыков и описания художественных. Это, наверное, лучшая вещь в этой игре. Старое поле боя. Смотрите-ка, вот раньше мы здесь не были. Не всегда легко понять, кто и за что сражался, но вещи павших принадлежат тем, кто их найдет. Вы находите поле, на котором полно скелетов. Как видно, давным-давно здесь бушевало сражение. Возможно, среди павших еще осталось что-нибудь ценное. Обыскать окрестности. И находите доспехи в очень хорошем состоянии. Чешучатый доспех получили. Находим. Лизнообразные монеты. Все. Отлично. Все-таки карта мира тоже очень крутая. И я думаю, что когда мы будем наконец-то плавать, мы увидим много нового. Так, давайте посмотрим. Привал Виларио. Гатанские раскопки. Торговец с архипелага какой-то. В захоронение. Мы еще не были в захоронении. Племена уана обычно сжигают тела своих погибших на кострах или придают их морю. Но такие курганы означают, что неподалеку похоронен уважаемый и богатый Раанда. Бродя по островным деревням, вы находите место ритуальных сожжений. Рядом с кострищем стоит небольшой склеп, полный красивых корзин. В них находятся кремированные остатки уана. Обыскать окрестности. Находите пожелтевший свиток. Свиток природной метки. Небольшой кожаный мешочек с обычными самоцветами. Перейдь. Все. Так. Ну и здесь внизу, по-моему, тоже ничего уже и, собственно, нет. Ну, как бы, одинокая рисовая ферма. Там, по-моему, давайте на всякий случай к ней подойдем. Здесь уже хочется полностью все исследовать. Да, здесь просто торговля. Так. Ну, давайте из тайника что-то продадим. Пистолеты. Мещи. Все, что больше, чем один. Набивной доспех, кожаный доспех. Хотя, давайте, наверное, кожаный оставим. Щиты. Все продадим. Маленький щит. Факел. Хотя, ладно, факел пускай будет. Шкура. Пускай будет. Пока. Пока. Я так понимаю, что здесь будет все-таки элемент вот этой вот экономической стратегии еще. Ну, увидим. Так, порт Маже. И сразу идем в гавань к поместью губернатора. Губернатором. КОНЕЦ. 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 смеется от облегчения и смотрит на вас, улыбаясь во весь рот. Однако его улыбка быстро пропадает, сменяясь кашлем и некоторым сожалением. Я хотел сказать, наследие Дериси не совсем потеряно. Мне хочется верить, что его бы это порадовало. Он вновь сворачивает бумаги и берет их в руки, словно пытаясь защитить. Говорите, это все работа Титана и Атаса, и вы настаиваете, что хотите его найти? Он уничтожил наш корабль, убил моих людей. Разве нелогичнее будет убраться от него на другой конец мира? Я не забываю о своем долге. О, я это уже понял. Так тому и будь. Кларио, мне нужна ваша помощь. Атас ищет адровые столпы, похожие на тот, что на арене. Это объяснит, почему гигант направился к раскопкам, а не напал на нас в городе. Так ведь? Кларио прижимает руку к животу, а второй достает из кармана платок, чтобы вытереть подсолба. Мерло. Он разорит все наши раскопки в архипелаге. Мы здесь именно радиадры. Да, все здесь радиадры. Вейлянская торговая компания, королевская компания архипелага, бесконечные наемники. Отправляйтесь в Никитаку. Там правит королева Аныказа II, что проживает во дворе Каханга. Любому, кто хочет вести дела в архипелаге Мертвого Огня, вначале нужно договориться с ней. Королеве известны все стоящие жилы адры на архипелаге. Она наверняка сможет вам помочь. Если, конечно, вообще согласиться с вами встретиться. Кто такие Каханга? Сильнейшее племя в регионе, после того, как Аныказа объединила их под своим владычеством. Икава с этим не согласится. Но все, что есть у Икавы, клочок земли и горстка подчиненных. Тогда мне нужно именно туда. И для этого вам нужен ваш корабль. Я обсужу это с Икавой. Между нами, я уверен, что нам удастся набрать нужное количество рабочих. Как будете готовы отплыть, идите на пляж. Спасибо за помощь. Это достойная награда за все, что вы для меня сделали. Не буду вас больше задерживать. У вас впереди очень долгое и странное путешествие. Небольшой совет. После уединенции с королевой посетите Валианскую торговую компанию. В Никитаке находится ее штаб. Компания всегда благодарна за помощь. Так, ну, вроде бы все. С Лаисой будем говорить? Похоже, тебе чудом удалось избежать смерти. В последнее время пираты осмелели. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданию. Горящие мосты. Добейтесь до города. Нет. Лучше из всех. Это все сделано, это все сделано, это все сделано. По Нарек Хауну, понятно. Жилы Эоры. Доберитесь до города Никитаке. Намели вернуться на берег. Ну, собственно, получается все, ребят. Можно отправляться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, по-моему, он им сюда. И Вел Виларио. Говорящая с буря и кавом. Ты здесь, это хорошо. Кларио честно выполнил свое обещание. Твой корабль почти готов. И кого указывает на ваше судно, вокруг которого суетится толпа Уана и Вейлианс. Все-таки тебе везет. Корабль казался безнадежным, но он снова наплывал. Не знаю, надолго ли. Думаю, тебе следует поскорее найти подходящий порт. Ты знаешь, где находится Никитака? Значит, вы зайдете в великий город Каханга? Плывите на север, а потом на восток. Осторожнее в Никитаке, чужеземец. Сам не заметишь, как она тебя проглотит. Иди, мы спустим твоего непокорного на воду. И мы получили уровень, скорее всего. Получено достижение маярадской жизни. И какое-то благословение получили. Ключница Сударь. Прежде чем отправиться в путь, нужно позаботиться о припасах. Боеприпасы, лекарства, починка. Мне очень печально сообщать, что во время шторма мы потеряли нескольких членов команды и большую часть припасов. Порт Можей достаточно богат. Я думаю, что после недавнего несчастья там осталось немало моряков, ищущих корабль. Предлагаю перед возвращением в море пополнить команду и запасы, иначе наше путешествие окажется слишком коротким. Далеко не все корабли архипелага дружественны к вам. Враждебные корабли могут попытаться втянуть вас в бой на море. Во время боя на море взлог успеха дистанции и правильного расположения корабля относительно противника. Дистанция определяет, смогут ли ваши пушки попасть по врагу, и смогут ли пушки врага попасть по вам. Относительно расположений, с каких пушек можно дать залп, а также насколько легко противнику по вам попасть. Если встать к врагу бортом, вы сможете выстоять из-за максимального количества пушек, но и ваш корабль окажется в язвимом положении. Каждому кораблю необходим надежный залатный корпус и крепкие паруса. Поврежденные паруса ограничивают скорость судна, а если будет разрушен корпус, то корабль затонет. Мощность огня также ограничивается запасом боеприпасов. Приблизившись друг к другу, корабли могут пойти на таран, а могут на бордаш. Во втором случае корабли сцепляются, а сражение продолжается на палубе. Атака тараном наносит урон корпусам обоих кораблей. Если оба остаются на плаву, битва продолжается на палубе. Затопив вражеский корабль и победив его команду в бою на палубе, вы сможете разграбить судно. При этом у вас есть шанс раздобыть полезные ресурсы и различные сокровища, а порой даже выпил какого-нибудь знаменитого капитана. После этого деньги можно разделить с командой, чтобы поднять ее в боевой дух, а вымпелы всегда вывешиваются на снастку. Капитан Форанте. Вы встречаете в море один корабль. Непокорный оставляет порт Можа позади, проходя мимо десятков других кораблей. В основном это рыболовецкие торговые судна, но один выделяется. По правому борту Непокорного возникает прекрасная Дау, ощетившаяся орудиями. Знамя над ее парусами приглашает к мирным переговорам, но корабль приближается с пугающей скоростью, говорящей о том, что вашего мнения особо не спрашивают. Встретит преследователь лицом к лицу. Вы выкручиваете штурвал, и ваш корабль стремительно разворачивается. С фок мачты срывается напуганная чайка, оставляя на палубе белое пятно в знак своего возмущения. Вы выравниваете штурвал и идете прямо на Дау. Расстояние быстро сокращается, и вскоре могучая Дау уже рассекает волны совсем рядом с вашим кораблем. Стремительно выдвигаются абордажные мостки, и экипаж преследователей извещает, что к вам сейчас перейдет их капитан. На палубу вступают несколько хорошо вооруженных людей, внимательно осматривающих каждый дюйм вашего корабля. Затем они расступаются, пропуская рослого, богато одетого капитана. Тот смотрит на вас, приподняв безукоризненную бровь. За капитаном Галеона шагает удивительно грязный орлан, из-за пояса которого виднеются рукояти двух пистолетов. Еще один он непринужденно крутит на пальцы. Его грязное лицо, обрамленное длинными кобальтово-синими волосами и широкой лазурной бородой, сверкает ехидной, почти зловещей хмылкой. Не этот ли это орлан, ребята, который в левом краю экрана загрузки? Капитан Форанте. Аду, хранитель Каэднуа, от лица Принчипи Сэн Патрэна я предлагаю тебе провести переговоры. В широкопречий капитан вздергивает подбородок вверх. Когда он улыбается, на его левой щеке появляется ямочка. Стоило попросить моего разрешения перед тем, как без приглашения подниматься на мой корабль. Экози, много времени прошло с тех пор, как я просил чего-то разрешения. Мне рассказывали удивительные истории о твоих приключениях в Дирвуде. Я впервые вижу дракона Боргса. Вернее, раньше видел только мертвых. Какой-нибудь дурак мог бы решить нажиться, ограбив тебя. А лот, полагаю, он не один из этих глупцов. Думаю, стоит его выслушать. А лот скрещивает руки на груди. Лицо его выражает осторожный интерес. Пока капитан говорит, вы слышите что слабое, но явственное жужжание. Оно усиливается, заглушая голос Форанте, отделяя вас от всего вокруг. Никто из окружающих ничего не замечает. Это видение. В голове у вас раздается раскат грома, и вы видите море, освещенное совсем другим солнцем. Сопротивляемся. Вы пытаетесь оттолкнуть нахлынувшие ощущения, но они кружат вокруг вас, преодолевая все заслоны, затопляют вас словно море. Видение разворачивается перед вашим внутренним взором, неясное и скоротечное. Вы видите эльфику, темноволосую, покрытую шрамом. Она перешагивает с борта одного корабля на палубу другого, протягивает руку Форанте, и вы чувствуете тепло, возбуждение, гордость, уважение. Видение тает, как свечной воск, сменяясь плохо освещенной каютой, где пахнет крепким ромом, фруктами и моряцким потом. Сцена снова меняется. Прокатывается волна ледяной воды. Вы видите хмурую команду на палубе. Форанте держит одного из своих моряков за горло. Нет, ни одного из своих. Нельзя красть у семьи и оставаться частью семьи. Лицо осужденного перемазано соплями и слезами. Форанте зачитывает ему приговор. Как заведено, его отдадут Ондре. Видение уходит. Вы возвращаетесь на палубу непокорного, глядя в лицо Форанте. Он вопросительно поднимает одну бровь. Думаю, тебе встречался такой дурак. Некто Бенвед, капитан корабля Дрейк. Несмотря на обличительный тон, он широко улыбается, из-за чего ямочка на щеке становится глубже. Я хорошо знаю, как выглядит работа Сайфера. Скажи ему не лезть. Скажи своему не лезть в мою голову. Челюсть синего орлана отвисает. Форанте строго смотрит на Серафена. Орлан в ответ моргает, потом испытывающий глядит на вас. Его желто-зеленые глаза развоскассированы, словно он пытается что-то вспомнить. Потом капитан снова тепло улыбается вам. Прошу прощения и заверяю, что это больше не повторится. Серафен. Прошу прощения, капитан. Я не желал никого задеть. Просто всю ночь не спал, друга нашего искал. Он смотрит на вас. Когда долго ходишь по морю, разум начинает всякие штуки вытворять. Ну, вот мой начинает вытворять всякие штуки с другими. Обычно мелочи. Кто-то видит тени, кто-то слышит музыку. Но вот если попадется чувствительный... Хранитель, скажем. Он подмиг... Подмигивает. Я помню, Дрейк. Джеларде. Тогда все будет просто. Мне очень хочется научить моего неуемного собрата некоторой скромности. Думаю, тебе это тоже будет приятно сделать. На языке Форанта это значит, сделай мою работу за меня. Постарайся при этом не погибнуть. Такие слова проносятся у вас в голове, словно бы чужие, но не слишком чужеродные для вас. Где же мне найти капитана Бенвита, чтобы преподать ему урок? Буря здорово потрепала Дрейк Бенвита. Ему придется идти в порт для ремонта. А когда он это сделает, Серафен может его для тебя разыскать. Форанта указывает на Орлана рядом с собой. Вот же неотесанное создание. Но при этом, опытный охотник за кораблями, я тебя уверяю. Серафен неотесанное? Прошу прощения, капитан, но я настоящий эталон джентльмена удачи. Фыркает Орлан. Что касается Бенвита, этот кальмарий выкормишь предсказуем, как отлив. Готов спорить на свои самые мохнатые места, что он направляется в мертвый свет. Да, вот это было бы очень удобно. Думаю, там и прячется изменник Ремару. Я бы с удовольствием убил двоих одной пулей. Не услыша я этих мудрых слов, даже не подумал бы о таком, капитан. Вы чувствуете волну чужого гнева. Серафен поворачивается к вам и снова кланяется. Я бы, конечно, еще с удовольствием побездельничал на бездельнике, но капитан прав, я окажусь полезен в поисках. Кроме того, если подплыть к форту мертвый свет без знания всяких тонкостей, местные могут этот замечательный корабль превратить в щепки, дав приветственный салют из всех пушек. Он широко улыбается. Добро пожаловать на порт. Так, а зачем отдавать мне своего лучшего охотника за кораблями? Многие начинания для успеха требуют вложений. Серафен это моя инвестиция и я рассчитываю на прибыль. В том или ином виде. Добро пожаловать на борт, Серафен. Ты не пожалеешь об этом, Хранитель. Во всяком случае, пока не зажимаешь грок и не усердствуешь с луком. Я эти бесовские яблоки никогда не любил и не полюблю уже, наверное. Он похлопывает себя по животу и подходит к вам. Алло, ты рядом с моей койкой? Он спать не будет, я сразу говорю. Капитан Форанто. Теперь я отправлюсь в Донедж, мой собственный безопасный порт. Я буду ждать тебя там, на случай, если тебе удастся проучить нашего неосмотрительного капитана. Так, ну, в общем, он будет с Айфером. И его нельзя будет перекачать. Ну, это понятно, по-моему, никого нельзя будет перекачать. Сейчас нужно будет в порт добрать команду. Ну что ж, ребята, начинается наше будни морского капитана. Минус два боевого духа, работа с травмой, вода, вода. Так, вот здесь я что-то видел, по-моему. Еще. Не помню точно где, но точно видел. А может быть и нет. Так, снабжение. Значит, у нас с вами мало боеприпасов. Пускай будет пятьдесят. Еще сорок два. Так. Вода минус четыре в день. Пускай будет сорок два тогда. Так, еда минус три в день. Починка. Ремонтные припасы. Давайте будет... А, 22 из 50. Это значит, нам нужно 28. Так. Есть такое дело. Удача обновлена. Купить припасы для корабля. Мне удалось купить медикаменты и припасы. Так. Сейчас мы посмотрим на команду. Нанять членов команды. А что у нас вообще там по команде? Так. Новичок рулевой, новичок колонир. Давайте вообще посмотрим. Я не знаю, куда смотреть. Есть тут менеджмент корабля. Вот. Так. У нас нет двух канониров. Трех канониров. И одного палубного матроса. На корабле из сельской позиции, на каждой из которых должен быть назначен моряк. Каждому кораблю необходимы матросы, канониры и рулевой. Кроме того, наличие кука, корабельного врача и навигатора значительно упрощает жизнь капитана. На больших кораблях для эффективного руководства матросами требуется ботсман. Взять на борт нового моряка можно исключительно в порту. Щелкните по доступному моряку в разделе известные матросы и назначите его на макантную позицию на своем судне. Обратите внимание, что у каждого моряка свои особенности. Далеко не каждый подойдет на любую роль. Сортируйте список моряков по типам работ, чтобы разобраться, кому что дается лучше всего. В путешествии по морю ваши моряки постепенно поглощают как еду, так и пенсиво. Причем их боевой дух будет изменяться в зависимости от того, чем именно вы их снабжаете. Чем дороже провизия, тем довольнее ваша команда. Дешевые продукты и напитки постепенно снижают боевой дух моряков. Однако ничто так не снижает боевой дух, как голод. Голодающая команда с низким боевым духом может устроить бунт. Если голод будет длиться долго, кое-кто может умереть. На корабле есть несколько важных ролей. Капитан определяет, с какой вероятностью корабль получит преимущество, первый ход и прочие бонусы в сражении на море. Палубные матросы необходимы, чтобы совершать маневры в сражении на море. Если на корабле не достаточно матросов, он будет медленнее передвигаться по карте мира. Чем опытнее ваши матросы, тем быстрее вы будете двигаться в бою. Боссман учитывается в числе палубных матросов, но влияет в первую очередь на их способность максимально быстро разбираться с особыми событиями. Например, тушить возникший пожар, эффективно координируя их действия. Рулевой необходим для выполнения разворотов и перекидывания парусов в сражении на море. Чем опытнее рулевой, тем сложнее попасть по судну после разворота и перекидывания парусов. Пушки не могут стрелять, если к ним не приставлен канонир. Чем опытнее канонир, тем точнее выстрелы. Корабельный врач ускоряет восстановление отправленных в резерв струмированных моряков как в бою, так и во время движения по морю. Два специалиста не участвуют в бою, но могут разбираться с событием. Навигатор повышает скорость корабля на карте мира, а кук снижает потребление еды. Так, ну вроде, так-то вроде бы понятно. Значит, нам нужен один палубный матрос. Три канонира. Навигатор и хирург. Такс, ну ладно. Значит так, рабочее умение. Палубный матрос и навигатор. Нанимаем. Смотрите, кстати, мы можем нанять всех. Получается. Потому что они стоят единицу меди. Давайте всех мы не наймем. Точнее, ноль меди даже. Так. Ну что же, давайте посмотрим. Так, а мы их уже разместили, типа, да? Они сами разместились. Халубный матрос. Она не может стрелять. Так. Новичок канонир. Новичок канонир. Рулевой боцман. Так, ну получается все. Да, больше ничего мы не можем взять у них. Так, давайте почитаем задание. Ну, выкурить добычу, понятно. Основной экипаж мы выполнили. Пока хватит и пяти моряков. Новых членов экипажа можно найти, поспрашивая владельцев портовых таверн. Одна вакансия есть, осталось еще четыре. Ну и понятно. Так. Никитака расположена к северу и слегка на восток от порта Може. К городу можно подойти вдоль рифа. Ну что ж, ребят, вот мы вроде бы и начинаем, наконец-то, что-то делать. Смотрите, какой-то остров. Во-первых, какие-то припасы. Знаете, это даже круто. Сильно интересно вот так вот плавать. Так, свежие фрукты мы нашли. Вода. То есть вот таким вот образом мы будем пополнять свои запасы, наверное. Щелкните по открывающемуся списку известных мест, чтобы видеть в перечине уже открытых точек. Нужного также можно найти по названию. Кораблю ускоряется в глубоких водах и замедляется на мелководье. Так, Данедж. Хорт Мертвый Свет. Никитака. Ну, понятно вроде бы. Гуару. Что за Гуару? Когда вы проплываете мимо рифов, старый Энгрим начинает кричать, указывая на что-то по левому борту. Там на мелководье лежит корабль, качаясь в такт набегающим волнам. На мачте развивается флаг с полумесяцем погруженным в воду. Ваши моряки собираются на палубе, заинтересованно переговариваясь. Ора безумная бросается к поручням. Капитан, это корабль разносчиков даров. Там могут быть самые разные сокровища. Четупек фыркает. Разносчики даров с собой таскают всякую сентиментальную ерунду. Ничего ценного. Нет, это корабль контрабандистов. Они так часто маскируются. Ирена сплевывает воду. Уж больно глупая маскировка. Разносчики даров только по суше гуляют. А вот это ловушка. Готовьте шлюпку. Мы сплаваем туда и осмотрим корабль. Так. Есть соображение. Пускай будет Эдер. Кощай головой, Эдер хмурится и ничего не говорит. Давайте спросим у Аллота. Аллот потирает подбородок. Мне рассказывали, что некоторые из разносчиков даров подрабатывают экотрабандой. Думаю, у них может оказаться что-то ценное. Подзорная труба. Глянуть в подзорную трубу. Нельзя. Так. Ну ладно, сохранимся. Нельзя сохраниться. Готовьте шлюпку. Мы сплаваем туда и осмотрим корабль. Продолжаем двигаться прежним курсом. Там команда начинает с вращением расходиться. Ора безумно разоруженно топает по палубе, глядя, как Четупека и Ирена уходят. Там ведь могло быть что-то интересное. Надо было проверить. Ора безумная пожимает плечами. Боевой дух потерян. 5. Именно в этот момент на борт корабля обрушивается большая волна, встряхивая его. Звучит громкий холост досок. Ора безумная скрикивает. Ирена оборачивается. Вот именно поэтому алиторный капитан. Ора безумная мрачнеет. Ну, короче, я так и не понял, что произошло. Но, судя по всему, к вам приближается торговый корабль. Покажи мне, что ты продаешь. Ну, ладно. Короче, получается, что... На холодном верту раздается перезвон колокольчика. Звон раздается вновь и вновь, пока сам воздух вокруг не начинает влюбировать точно от гула тысячи одновременно зазвеневших колоколов. Где-то внутри вас в такт отзывается колокольчик. Что-то в вас гнется и ломается, а затем вы вдруг оказываетесь лишь одной из нот в звенящем хоре. Перезвон начинает стихать. Вы встаете на колени и понимаете, что уже бывали здесь прежде. Это земли Бераса. Вы одни. А затем вас что-то смущает. Перед вами возвышается фигура, непрестанно меняющая свои очертания, точно отбрасываемая костром тень. Постоянная лично смесливая ухмылка да бездонные черные глаза, кажущиеся зияющим провалом в земле. Различные аспекты Бераса, Превратник и Бледный Рыцарь поочередно сменяют друг другу. Позади них парят четыре неотчетливых силуэта. За каждым вы ощущаете целую вечность, уходящую в неведомую даль и в то же время стоящая столь близко, что это сбивает с толку. Трепещущий образ Бераса замирает Бледным Рыцарем. Хранитель, провозглашает она, и голос ее сподобен лязгу гремящих нефтакт-конгов. Тебе было поручено выяснить намерение Атаса. Скажи, что удалось узнать. Он высасывает души из жил сияющей Адры. Он не пытается вернуться туда? Любопытно, приподнимает брови Бледный Рыцарь. Болезненно белая кожа туго обтягивает кости черепа, словно внешняя оболочка с трудом вмещает в себе таящееся внутри существо. Силуэт рядом с Берасом распадается и собирается в узкогубую, древнюю старуху с лицом, отведавшим поцелуй огня. Вперед усим стремляется Ваидика. Эатас напугал тебя, Берас? Так и должно быть. Магран как-то раз удалось сдержать его, но все же он вернулся. В тени Ваидики вы видите согбенного, лысого мужчину, в котором узнаете бога Скейна. Кожа его покрывает вздувшиеся, оставленные плетью рубцы, а из дыры на месте носа вырывается сиплое дыхание. Он не говорит, лишь взирает свысока на Ваидику с явным отвращением на изуродованном лице. Нужно уничтожить Эатаса сейчас, пока он не сделал ничего такого, что трудно будет исправить. Ваидика сплетает длинные костлявые пальцы. Она бросает косой взгляд на бледного рыцаря. Луна прекрасно справится с этой задачей. Ухмыляется Ваидика. Так, а что за луна? Так, я что-то не понял. Что за луна? И ради пустой злобы хочешь погубить Ору? Давай спросим так. Если считаешь, что это достойное решение, мешать не стану. Можно подумать, ты можешь помешать, отзывается Ваидика. Фигура, стоявшая рядом с Берасан, выплывает вперед облаком клубящегося пепла. Зола оседает на пол, и перед вами предстает покрытая ожогами женщина, опирающаяся на чудовищных размеров меч. Нужно понять, что делать с Сеатасом, кривит губы Магран. Найти решение, которое не сводилось бы к вариантам ничего не делать и уничтожить мир. Я действовал слишком поспешно в войне святого. Ты не заставишь меня повторить ошибку. Было бы предельно глупо выступать против него, не зная его планов. Надо проявить осторожность, говорит Магран. Какие предосторожности ты предлагаешь? Магран смотрит на вас так, словно на плевок, приставший к ее сапогу. Не тебе совать нос в дела богов. Вперед выходит еще одна из доселе молчавших фигур, окутанная золотистым светом летнего полудня. Давайте все сделаем глубокий вдох и успокоимся. Может так мы быстрее придем к правильному решению? За спиной Хайли нежно воркуют голубки. Эотас слишком долго был отделен от нас. Возможно, он просто пытается собрать достаточно дуд, чтобы восстановить свои владения там? Мы должны поприветствовать его, произносит Хайли. Вы смотрите в птичьи глаза, за которыми пляшут разделяющиеся и вновь собирающиеся стаи пернатых. А что если он собирается предатель? Не осмелится. Предательство не свойственно ему, переживает груди пернатую руку Хайли. Да, да, семенит вперед с Кейн. Мы должны поприветствовать вернувшегося Атаса, умаслив его. Мы сможем узнать, что он задумал. А когда он уже поверит, что очутился среди друзей, то поступим так, как предлагает Ваизика и закопаем его в землю. Скин облизывает рваные края лишенного губ рта и, усмехаясь, поворачивается к Хайли. Неожиданно слышать столь жестокое предложение от тебя, Хайли. Я впечатлен. Ах ты! Оперение на затылке Хайли поднимается гребнем. Жалкое отродье! Покончив с Атасом, мы можем сделать только хуже. Прекрасные аргументы, малютка-хранитель. Хоть и очевидные. И Атас не отличался мстительным нравом. Скорее, был до глупости великодушен, говорит Магран. Но если мы передавим на него, то кто знает, что он будет делать? Он всегда был непредсказуем. В ее голосе звучит нечто сродни нежности. Тогда в чем цель этой суеты? Бледный рыцарь призывает к молчанию. Убить Еатаса нельзя, но можно починить, произносит она. Вот только на это нужно очень много времени и сил. Два голоса в его пользу. Магран уже всех своих детей. Поглотил всех своих детей? Я не понимаю. Бледный рыцарь бросает на Магран холодный злой взгляд. Магран слишком много болтает. Эти знания не для таких, как ты, хранитель. Эатас набирает силу. Его сила угрожает нам. Войдика жестом заставляет богов умолкнуть. Нет иного разумного ответа на неожиданное возрождение Эатаса, нежели решительное окончательное решение. Ее голос срывается щедренне в панике. Что-то нужно делать. Твоего мнения никто не спрашивал, но оно будет принято к сведению, произносит бледный рыцарь. Хоть ее голос испокоен, но свирепый огонек в глазах богини сообщает, что она думает о вашем вмешательстве. Так блин, а нафига же вы меня позвали, если мне говорить нельзя? Будем действовать тогда, когда это будет необходимо и не секунды раньше. Бледный рыцарь отступает от полукруга собравшихся богов и поднимается на большую высоту. Слова, которые она произносит затем, слетает не с ее губ, но доносится сразу со всех сторон. Следуй за ним, Хранитель. Зрачки Бледного Рыцаря расширяются, пока не превращаются в холодные черные провалы, подобные пустоте разделяющей звезды. Призрачное лицо наклоняется к вам. Твой долг передо мной все еще не погашен. Я сделаю все, что смогу. Она не мигая смотрит на вас и точно магнит иглу подтягивает к себе шаг за шагом. Не в силах противостоять вы смотрите в эти невероятные глаза. Вы стремительно попадаете в бездну, не имея возможности ни нашарить свои вещи, ни замедлить падение. Где-то вдалеке над вами, нет, позади, раздается настойчивый перезвон. Вы поворачиваетесь пытаясь определить источник звуком. В нескольких дюймах от ваших пальцев возникает небольшой серебряный колокольчик. Вы тянетесь к нему, пытаясь унять назойливый звон. Как только вы касаетесь, ваша душа возвращается в тело с такой силой, точно и правда рухнула с небес. Несколько раз моргнув, вы понимаете, что в одиночестве лежите на полу своей каюта. серый плащ, изделия малого исцеления. Осколки шепота Йенвуда. Несмотря на то, что меч шепота Йенвуда был уничтожен вместе с Кайднула, он, вернее, его обломки, вновь оказался в руках стража дорог из крепости. Чтобы заново открывать клинок, понадобится кузнец великого мастерства. Если надается подходящий материал, возможно, меч станет даже более могущественным, чем был уничтожен, когда Атас выбрался из-под крепости. От его осколков больше нет толку, если только кто-то не выкует клинок заново. Возможно, путь этого меча только начинается. Серый плащ. Кстати, прикольно. Не знал, что у меня есть такие штуки. Так, ну вот, теперь я буду хоть немножко отличаться от этого. Так, чешущий ты доспех. В принципе, то же самое, что у меня. Цветок малого исцеления и письмо Офре. Алиторн, надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Много лет прошло с твоего первого визита в позолоченную долину. За эти годы здесь много изменилось для нас обоих. Не знаю, вспомнишь ли ты меня, но я никогда не забуду день твоего появления у дверей. Много месяцев потом мне пришлось бороться с верой и страхом. И все же боги послали мне сына. Мальчик здоров, силен и уже страшно любопытен. Вся долина в нем души не чает. Я рассказал ему о тебе. Он постоянно спрашивает о хранителях и надеется однажды встретиться с тобой. А до тех пор знаешь, что мы постоянно молимся о тебе с вечной преданностью. Офа. Ну а здесь получается просто вся моя команда. Ну я думаю, что ребят мы поисследуем корабль, но это будет уже в следующей серии. В принципе сегодня у нас и так довольно таки насыщенная часть. Мы снова стали пешками в игре богов. Вот честно говоря какая как-то эта тема в последнее время в играх если вы заметили поднимается очень часто. Да в принципе это наверное еще со времен Baldur's Gate да. Вот. Ну может быть придумают однажды разработчики что-то новое, но тем не менее сюжет здесь очень интересен и что-то мне подсказывает что наши возможности эти боги недооценивают и мы можем гораздо больше чем они думают. Потому что все же боги это бывшие люди. Я так понял инквитанции. Ну посмотрим. А на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр. Ребят пишите комментарии оставляйте отзывы задавайте вопросы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До следующей серии.